О приезде нового главного тренера «Локомотива» в Ярославль пресс-служба клуба сообщала в самом начале июля. И вот на старте второй недели месяца Крейг Мактайш впервые в качестве главного машиниста посетил «Арену-2000». А попутно познакомился не только с условиями размещения команды здесь, но и группой ярославских спортивных журналистов, с которыми тренеру работать в ближайшем будущем. Знакомство получилось теплым, а общение вполне открытым и доброжелательным. Многие канадские тренеры, приезжая в Россию, называют это приключением. Как, в общем-то, началось это в вашей странице истории, учитывая то, что вы достаточно долго не тренировали и решились на переезд в неизвестную для себя лигу через Атлантический океан? В последние несколько лет в спектр моих обязанностей в Эдмонтоне входил скаутинг игроков в Европе. В течение предыдущих трех лет я приезжал в Россию каждый год, как минимум на неделю. Мне всегда нравилось КХЛ, уровень игры в этой лиге. И я думал, что если у меня появится возможность тренировать здесь, то я обязательно воспользуюсь ею, потому что мне очень нравилась страсть российских болельщиков и мастерство российских игроков. И сейчас я очень рад оказаться в «Локомотиве». Я не могу больше быть счастливым, чтобы быть здесь, с «Локомотивом». До вас в «Локомотиве» работало несколько североамериканских специалистов, и у них были разные результаты. Будете ли вы как-то учитывать предыдущий опыт своих соотечественников, или у вас свой какой-то настоящий путь воины, что-то новое для Ярославля принесет? Я разговаривал с Дэйвом Кингом, Майком Кинаном и Барри Смитом, чтобы узнать больше о КХЛ, среде, в которой мне предстоит работать. Несомненно, в деятельности с командой я буду придерживаться своего стиля, своих убеждений. Когда начнется тренировочный лагерь, у нас, тренеров, будет время оценить игроков, выработать систему игры, которая позволит нам добиться успеха. Начнется начать, и мы, как тренировки, можем иметь время, чтобы осуществить нашу персонал, и пытаться создать систему игроков, который будет привести к нам на лучшую успеху, которую мы сможем иметь. Но я говорил с Дэйвом Кингом, Майком Кинаном и Барри Смитом. Удалось ли вам уже встретиться здесь, в Ярославе, с кем-то из игроков Комотива? Какие-то встречи именно с игроками уже прошли, или это все впереди уже во время тренировочного сбора? Я разговаривал со Стефаном Кронуэлом, также я говорил с Антоном Ландером, с которым мы знакомы еще со времен Эдмонтона. На данный момент известно о четырех регионерах Комотива. Возможно, вы знаете пятого? Ну, я и сам много и упорно тренировался. Сейчас у меня нет какой-либо дополнительной информации для вас. Решение будет принято руководством, президентом клуба Юрием Якулевым и генеральным менеджером Юрием Лукиным. У вас достаточно любопытный тренерский штаб. Принимали ли вы какое-то участие в его формировании? И насколько серьезным подспорьем для вас будет Майк Перрино, человек, который является самым опытным по меркам КХЛ? Я очень доволен тренерским штабом. Нахожусь в Ярославле уже несколько дней. За это время познакомился с Вячеславом Уваевым и Дмитрием Красоткиным. Они меня впечатлили. Та же, как тренер вратарей Яка и тренер по физподготовке Ларс. Что касается Пеллина, то я знаю Майка, мы пересекались и раньше, когда он работал на Федерацию Хоккея Канады. Также совсем недавно мы встретились и продуктивно поговорили в Торонто, где я получал рабочую визу. Как вы отметили, у Майка очень большой опыт работы в КХЛ. Он добивался успеха в нашей лиге, в прошлом году с Бобом Хартли и с Майком Кинаном до этого. Думаю, что он будет очень важным активом для нашего клуба и нашей команды. Мистер Мактайвич, в России совершенно другая пятизонка по отношению с Национальной хоккейной лигой, да? Вы что-то будете вносить уже по ходу июля и, соответственно, августа месяца? Ключевое отличие в том, что тренировочный лагерь КХЛ намного продолжительнее. Как тренеру мне всегда нравился тренировочный процесс. И тренировок у нас будет много. Также у нас достаточно много времени, чтобы подготовиться к старту регулярного чемпионата. Думаю, что на каком-то этапе нам будет нужен творческий подход к тренировкам, чтобы процесс не превращался для игроков в рутину. Мы сыграем на турнирах в Сочи и Риге и, надеюсь, сумеем полноценно выстроить систему игры за следующие несколько месяцев. Мы идем в Сочи для 5-гейм турнир, как и Рига. Дмитрий. Крейб, в какой хоккей-локомотив будет играть, на ваш взгляд? Каким хоккей-локомотивы прямо сейчас видите выпуска и еще не знакомы с большинством ребят? Как у тренера, у меня всегда было убеждение, что единая система игры не всегда подходит каждому хоккеисту. Когда мы лучше изучим манеру игры каждого в нашем составе, мне будет проще ответить на вопрос, в каком стиле будет действовать вся команда. Мне нравится игра на высоких скоростях с контролем шайбы. Мне всегда нравилось тренировать на больших площадках. Да, сейчас в КХЛ таких будет все меньше, поскольку размеры площадок уменьшаются. Но тактика отличается. На больших площадках больше игры в пас, что лично для меня является одним из наиболее привлекательных аспектов хоккея. Можно сказать, что мы будем стараться много контролировать шайбу, перемещать ее. Мы будем играть в быстрый, вертикальный и агрессивный хоккей. Я всегда говорил игрокам о важности нахождения прямо перед воротами, в том месте, откуда забрасывается большинство шайб. На это тоже будет сделан существенный акцент. Я люблю тренирование, posted с гиги на гнике, милый игрок, поглядя к игре. Я говорила много о том, что соревнования будет иметь иметь в то, что vale то, что иметь иметь в то, что их голодный хоккей, Городный хоккейс будет иметь в то, что будет в то, что будет иметь огромную. Ну, не секрет, что часть российских хоккейных экспертов, особенно старшего советского поколения, привлекает вам скорую отставку. И в связи с этим, ваш ответ вот этим людям, которые, в принципе, остались в советском времени. Сейчас я не готов им что-либо ответить. Наверное, журналисты по прошествии времени смогут ответить на вопрос, сделали клуб ошибку или нет. Но по своей натуре я оптимист и ожидаю, что мы добьемся большого успеха, и это будет лучшим ответом. Надеюсь, эксперты ошибаются в своих суждениях. Комотив сейчас можно назвать такой молодой голодной командой, укрепленной неплохими легионерами. Вот у вас лично насколько удовлетворяет баланс между молодостью и опытом ребят от того же Ландера, допустим, до Коста и Кронвелла на Кладово? Я очень воодушевлен силой молодых ребят, которые играют у нас. На недавнем драфте НХЭЛ было выбрано 8 воспитанников локомотива, и этот факт является хорошим комплиментом ярославской системе подготовки и развития молодых игроков. И эти молодые игроки будут вливаться в команду КХЛ, придадут нам глубину состава. И эта глубина, на мой взгляд, будет наиболее качественной во всей лиге. Я очень рад, что у нас много молодежи. Они привносят энтузиазм и энергию, что можно считать ключевыми составляющими построения команд, которые способны побеждать. Илью Коновалову, я думаю, не вы посоветовали? Нет, на самом деле советов не было. Я слышал очень много хорошего про Илью. Довольно необычно, что столь молодой вратарь сыграл так много матчей в прошлом сезоне. Думаю, что он будет хорошим колкипером для нас. Мы уже говорили про физическую форму главного тренера. И вот в связи с этим вопросом, Дэйв Кинг любил бегать в центре Ярославля? Не планирую ли вы такие же пробежки или что-то подобное? Да, я люблю бегать почти так же, как Дэйв Кинг, который очень тепло отзывался о Ярославле. Пока что удалось побегать вокруг территории базы, где дистанция одного круга составляет приблизительно одну милю. Крик, вы собираетесь учить русский язык? Вообще какие-нибудь русские слова вы знаете уже сейчас? Да, знаю. Спасибо. Пока всего несколько. Конечно, собираюсь учить русский. Я люблю посмеяться, и сейчас, когда окружающие шутят, говоря по-русски, я не могу понять суть. Это один из стимулов к изучению языка. Также во время игровой карьеры русские, с которыми я пересекался, например, Анатолий Семенов, научили меня некоторым плохим словам. Но я, конечно, не буду их повторять. Крик, как планируете, ну, последний, может быть, вопрос, что-то, наверняка видеть инфраструктуру. База шикарная, совсем недавно появилась. Я так понял, сейчас вы там живете. Как вообще планируете обосноваться в Ярославле когда? Я буду жить на базе. Это невероятный комплекс, и я говорю не только о самом строении, но и о всех людях, которые там работают. Также могу сказать только самые теплые слова о персонале команды, докторах, массажистах, техниках, администраторах. Все они профессионалы своего дела. База же является одним из лучших комплексов, которые я видел, и нам очень повезло жить и работать в такой обстановке с такими людьми. Это невероятная фасилити, поэтому мы очень счастливы, чтобы жить там и работать в такой обстановке с такими людьми.